Паруэр Всем привет ребята Привет от нашего канала Как Андрей сказал Прогрессирует моя болезнь на парилоду И чем дальше тем больше Я начинаю Интересоваться и Вкладывать деньги во все Это как бы хозяйство Ну и очередная моя покупка Вот такой прибор называется Мамбо измеритель концентричности Концентричность То есть биение пули Гильзы и чем он интересен Он еще и дополнительно измеряет Толщину дульца гильзы Вот До чего как это потом Вот ну сейчас объясню Почему я его взял Ну вы заметили в предыдущих фильмах То что я считаю что Каждую работу которую мы проделываем Нам надо потом убедиться Правильную работу сделали или нет В предыдущих фильмах Это было именно в том что я приобрел прибор Теслонг Бороскоп С помощью которого мы видим нашу работу Работу на какую частоту До какой частоты довели мы ствол Аналогичная ситуация Именно с патронами Когда мы релодим патрон Результат нашей работы Как раз только вот такие приборы Измерительные приборы Могут дать нам понять Насколько мы правильно делаем Насколько правильно работают Наши матрицы Наши инструменты Вот В данном случае значит Вот этот прибор Он помогает нам Помогает нам Измерить биение Дульца гильзы Это очень Очень важный момент Для точного выстрела Потом измерение Значит потом биение пули Тоже очень важный момент Вот И еще и толщины дульцы гильзы Стенок Да Толщины дульцы гильзы Стенок Именно да Правильно В общем Ситуация какая Наверное Наверное Все идеальные патроны Все идеальные пули Не получаются Ну хоть убей Не получится Но Этот прибор Нам поможет Из 100 патронов Выбрать самых Или из 200 патронов Выбрать самые Однообразные Самые точные Наделали патроны Потом проходим Измеряем Если сильно Кривой патрон Забраковываем Если хороший патрон То в кучу И уже Уже готовыми Боеприпасами Готовыми Боеприпасами Мы идем На соревнования Или на охоту Вот Смысл Этого прибора Вот В этом заключается Сейчас наверное Еще и попробую Показать вам Как это работает Сейчас мы Пристроим так Чтобы камера Прямо непосредственно Показывала всю работу Приступаем К демонстрации Работы Этого чудного Аппарата Значит так Мы Первым делом Перед релодом Желательно Всегда измерить Биение Дульцегильзы Да Биение Дульцегильзы Уже мы Мы проверяем Как бы В каком состоянии Находятся наши гильзы Гильзы бывают Они естественно Такие моменты Что при стрельбе Там при вторых Третьих стрельбах Она будет поврежденная Упала Наступили на нее Или от удара Бывает Мнется Мнется Вот этот Дульца Его естественно Выравнивается Ну от этого И биение Ну давайте В данный момент Покажем Значит Что Как она Измеряет Биение Вот Значит Установили Установили Обнулили Обнулили И проводим Значит Прокручиваем Вот Как видите Биение Одна тысячная То есть Один микрон Максимальная точка Биения Нижняя точка Биения Пять тысячных Да Пять десяти тысячных Пять десяти тысячных Да И в основном Все остальное К нулю приходит Теперь переходим Значит Измерять Биение пулей Биение пулей Измеряется Для меня Очень удобно Значит Измерять Именно В этой точке В этой точке Основание У основания Да Так Значит Так Ставим Вот Она становится На Пулю Обнуляем Обнулили И Вертим Его Считается Считается Что до Трех тысяч Биение До трех тысяч Биение Это норма Для пули Как бы Ничего страшного Как видим Здесь Три тысячи Вот Вот в этом месте У него есть Биение Три тысячи Есть Но не больше Таким образом Таким образом Отбраковываются Или Отбираются Самые Точные Самые Хорошие Готовые Уже Снаряженный Патрон И Выступается На соревнования Или на охоту Вот Такую работу Значит Можно проделать В плане Измерения Уже Уже Непосредственно Гильзы И Патрона И Еще Чем Интересен Этот Инструмент Он Интересен Тем Что Он Еще В себя Имеет Возможность Измерить Толщину Тульца Гильзы Стенок Тульцы Гильзы Вот Что Она Нам Дает Она Дает Естественно Если Однообразная Толщина То Дает Более Правильная Посадка Пули Ну Грубо В мелочи Мелочи Не будем Уходить Я хочу Вам показать Сейчас У него Есть Шток Такой Образцовый Который Указан Калибр Калибр И С помощью Него Как раз И У него В комплекте Идут Кстати На 308 На 270 И Какую Закажете По Вашим Калибрам Вот Теперь Делается Этот Следующим Образом Значит Передвигается Манометр Микрометр Прошу Прощения На Данную Точку Закрепляется Вот Обнуляется Потом Вставляется Непосредственно И мы видим Толщину Дольца Гильза 145 Посмотреть Можно На Однородность Прокручиваю Его Видим Сейчас Видим Что 150 155 145 Вот Эту Погрешность Вот Один Микрон Опять Получается Погрешность Это Очень Допустим И Очень Хороший Погреш Ну Теперь Ребят Бонусом У меня Товарищ Николай Здесь Сразу Отмазался Это Не Мои Патроны Да Вот Он Привез Свои Патроны Бонусом Давайте Попробуем Понять Что Производит Наш Производитель Вот Значит Так Будем Сначала Качество За 14 Рублей Да Точно Качество За 14 Рублей Можем Не Понять Что Это Такое Вот У нас Получилось Посадить Значит Гильзу На Подшипнике Теперь Идем Дальше Измеряем Сначала Биение Гильзы Вот Обнулили И меряем Биение Гильзы Три Тысячной До Трех Да До Трех Нет Три тысячи Есть За Три Не Выходит За Три Не Выходит То Есть Отличные Да Очень Плохая Гильза Давайте Все Померим И Теперь Посмотрим Да Давайте Еще Другие Тоже Примерим Следующим Пробуем Обнулим Изменяюсь Чтоб Не падало Сушит Вообще Ровно Один Микром Один Микром Биение Полтора Полтора Где Полтора Нет Один Микрон Давай Следующий Слушай Реально Смотри Эти Хорошие Мне Кажется Барнаульский Патронный Завод Нам Деньги Уже Должен Давай Давай Дальше Мы Все Чисто Пошли Следующий Подожди Какой Из них Я Мерил И Неправильно Еще Пройдемся Ничего Страшного Объявляем Пытаюсь Ребята Завел Так Чтобы Все В кадр Попало Вот Это Конечно Три С Половине Тысяч Показала И Левня Рука Соскочила Сейчас Посмотрим Два Микрона Был Два Микрона Максимально Бери Вообще Шикарно Идем Ребята Дальше По Моему Этот Высок Отточные Патроны Для Саги Получаем Три Микрона Два Микрона Один Микрон Да То есть В принципе По Микронам Судить Выше Трех Теперь Давай Пули Паш Да Теперь Будем Пули Мерить Биение Пули Биение Пули Я подозреваю Что здесь Должно Быть Не все Очень Гладко Но Что Есть То Есть Ох Ёлки Палки Смотри До Пяти Микрон Биение Пули 55 Броладные Сареги Все Полетит Сравно Все Давай Следующий С учетом Так Того Что Это Валовый Заводской Патрон В принципе Что Я Ожидалась Что Я Ожидалась Но Подозреваю Что Некоторые Должен Быть О Боже Видела Может Рука Соскочила Давай Еще Раз Проверим Сейчас Может Потому Что Пытаюсь Кадр Держать Да Кстати Нет Все Нормально 2 Микрона Максимальное Биение Пули Нет Вот Что Это Было Нет Это У меня Рука Выдавила Давай Следующий Нет Все Верно Идем Следующий Вот Наш Производитель 4 Микрона 4 Ну что Такое 4 Микрона Для Сайги У Которые Там Кремнетка Стоит Он Это Раз Стоит Дудца Вот 4 5 Микрона В принципе Вот Такой Приборчик Очень Интересный Нас Ребята Мы Воспользуясь Моментом Еще Наши Патроны Измерили Достойный Результат Для Барнаула За 14 Аплодисменты Еще раз Себе дал Как бы Понять Что Прибор Нужный И Надо Приобретать Приборы Приборы Которым Можно Проверить Результат Вашей Работы В случае Релода Или Случай Того Самого Хотя Б Взяли Понять Что За Патроны Можем Из Этой Пачки Выиграть Самые Точные И И Использовать На Охоте Даже На Соревнования Даже На Соревнования Барна Теперь Уже Здесь Пожалуйста Не Останавливайте Я Буду Все Оговорить Буду Теперь Хочу Рассказать Предисторию Этого Значит Инструмента Как Этот Инструмент Ко мне Попал Заодно Хочу Благодарность Объявить Юре Представителя Вот Этого Сайта Hunt Relot Точка Ру Вот Юра Тебе Огромное Спасибо Дорогой От Нашей компании Вот За то Что И так Потрудился И нам Доставил Это было Очень сложно Для тебя Ты доставил Нам этот Чудный Инструмент Вот Значит История История Такая Была Этот Инструмент Дошел К нам С Африки Подчеркиваю Именно С Африки Интересный Момент Дело в том Что Потом я Свои эмоции Пока Придерживаю Ребята Значит Долго шел Он Долго шел Юра Молодец Он Даже Без Предоплаты Без ничего Как бы Сам Свои деньги Заказал Этот прибор К нам Дошел Дошел Все Все нормально Вот Более того Мы с ним Еще Решили Потом Доработать Этот инструмент Кое как Ну Не кое как Неправильно Высказал Я Доработки Кое какие Довести Вот на этом Инструменте Заказать У наших Значит Токарей Доработки Какие Ну Сейчас Суть не в этом Вот теперь Мои эмоции Просто Захал Я не могу Понять одну Вече Ребят Скажите Пожалуйста Африканская Страна Вот это Вы когда Откройте Сайт Вот кстати Их не сайт Вот здесь Вот вы можете Найти Называется www.mambo.relot.co.za Замбия Замбия Да Представляете Какая-то Африканская Страна Делает Вот такие Вещи Блин Ну почему На у нас В России Нельзя Такие Вещи Делать Так Просто Почему Нельзя Ну тут Сложности По сути дела Не таких Больших Нету Ну ладно Вот эта штука Она берется Из Китая Почему У нас В России Нельзя Такие вещи Производить Ребята Я Материться Хочу Но мне Тут Ребята Запрещают Мат Говорить Нельзя Материться Ну вот Вот такой Почему Нельзя Чтобы В России Такие Элементарные Инструменты Нам приходится Это каких-то С Африк Заказывать Там С Америки С Украины Сюда Приходят Блин Со всех Со всей Со всех Со всего мира К нам приходят Мы появляемся Покупателем Но не Производителем Вот это Мои возмущения Вот это Конечно Хотел я передать Еще раз Юж Спасибо тебе Огромное Я очень Надеюсь Что ты Сможешь Такие вещи Сделать Мы как с тобой Договаривались Вот И помочь Нашим Покупателям Релодерам Нашим Вот Всем спасибо Ребята Смотрели Если что не то Извините Ну и лайки Нам нужны Лайки Обсуждения Всего хорошего Всем